Восьмому микрорайону не хватало хороших общественных пространств и новая площадка по губернаторской программе стала хорошим подарком и для маленьких детей, и для подростков, и для взрослых любителей воркаута. На месте этой детской площадки исторически стояли гаражи, металлические, ужасные, страшные гаражи, в которых люди хранили свои вещи. Автомобилей уже там практически не было. Соответственно, в этом году было принято решение о приведении данной территории в порядок по просьбе жителей, обращение жителей было к губернатору. Губернатор откликнулся на их просьбу, и мы провели работу. Начиная с середины лета занимались этой территорией с точки зрения очистки ее от гаражей, вырубки сухостоя и организации работ по исследованию грунтов и укладки основания под игровую площадку. К открытию игровой зоны была подготовлена праздничная программа с развлечениями для детей и интерактивными играми. Чтобы убедиться в том, насколько качественно и с соблюдением необходимых норм выполнены работы в восьмом микрорайоне, приехал глава муниципалитета. Я хочу выразить слова благодарности правительству Московской области, лично губернатору Андреевичу Воробьеву, а также Евгению Акимовичу Хромушину за то, что такой проект вообще стал возможен и за то, что он реализовывается на территории нашего района. Очень приятно осознавать и видеть, что дворы в городе Одинцово преображаются, приводятся в порядок. И все это благодаря системной работе, программе, которая существует в Подмосковье, программе губернатора. Поздравления также прозвучали от министра жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгения Хромушина. Для нас действительно праздник, потому что открытие каждой такой площадки – это праздник. Эта площадка построена по программе губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Он особо трепетно относится к тому, когда в каких-то районах, в каких-то поселениях не хватает детских площадок, площадок и детям негде играть, или площадки небезопасны и соответствуют нормам и правилам. И вот настал самый радостный момент – торжественное перерезание красной ленточки. После чего новую детскую площадку первыми опробовали ребятишки. Она оснащена 12 элементами и состоит из нескольких секций, на которых установлены игровые домики для разных возрастных групп. Здесь есть качели, карусели, песочницы и горки. Общая площадь территории – 450 квадратных метров. Сегодня то, что мы видим, это начало проекта по благоустройству вот этого ручья в целом в комплексе. Детская площадка – это, конечно, я считаю, жемчужина и прорыв. Здесь, конечно, очень много администрации поработало, потому что, во-первых, вывели эти гаражи, во-вторых, расчистили территорию и сделали задел под работу следующему году, что касается геологии и так далее. Но сегодня мы открываем именно площадку, и площадка здесь очень востребована. Вы видите, сколько жилых домов, новых жилых домов. Они практически не обеспечены такими игровыми комплексами. Работы по строительству площадки производились согласно еще и требованиям проекта партии «Единая Россия. Городская среда». В соответствии с ним на площадке был изменен способ крепления качелей. Вместо жестких труб используются металлические цепи и облегченные сидения. Обязательным элементом благоустройства стал информационный щит с графиком уборки, осмотра оборудования и необходимыми контактными данными. Помимо спортивной игровой зоны в 2018 году возле площадки появится прогулочная зона вдоль реки. Мила Трасевич, Денис Харламов, телекомпания Одинцова.